Девушки отдыхают Лэйрд Крегор, Реджинальд Оуэн, Арлейн Уиллон, Ричард Хайден, Эрнест Косард, Мортон Лаури. Автор сценария Джордж Ситон. Композитор Альфред Ньюман. Оператор Певерел Марли. Режиссер Арчи Майор. Оксфорд, 1890 год. Добрый день, мистер Редклифф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Добрый день, мистер Редклифф. Вы как раз к чаю, сэр. Мы подадим его, как только пробьет 4. Отлично, Брессетт. Какой счет? 12.88, сэр. Упорная борьба? Да, сэр. Превосходный, напряженный поединок. Наша подача. Кто будет бить? Лорд Хэнкур Беберли. Ты все веселишься? Не сердись, мама. Что еще за мама? Прости, я только повторяю роль. Ты же играешь в пьесе «Мой мать», верно? Мы не на репетиции. Ладно, раз ты против. Кажется, он летит сюда. Принесите воды. Позвольте, я вам помогу. Простите, мистер Редклифф. Вам больно? Это один из самых глупых вопросов, которые я когда-либо слышал от студента. Вы попали мне в голову мечом. После чего мне, как видите, свело шею. А вы еще спрашиваете, больно ли мне. Уверяю вас, это чистая случайность. Удачный удар. Вернее, Бебс, ты забыл про игру. Пошли. Да, пока ты еще чего-нибудь не сказал. Больно ли мне? Представляешь, Брессетт, когда-нибудь этот идиот будет сидеть в палате лорда? Да, сэр. Боже, спаси королеву. Не нервничай, старина. Давай, Бресс, соберись. У тебя получится. Хорошо. Смотри, девушки. Да, но с ними старик с Петтигью. Какой счет? 60, 88. Так мы совсем рядом. Да, пожалуй. Чай. Добрый старый чай. Отлично, Бебс, молодец. Где старина Рэдклифф? Может, отнести ему чай, чтобы он немного успокоился? Он там, Бебс. О, да. Да. Спасибо, Бебс. Прошу прощения, сэр. Еще один удачный удар? Да, сэр. То есть, нет, сэр. Прошу прощения. Да. Какой? КОНЕЦ Мне нравятся пожары, а вам, пожалуй, нет ничего лучше доброго старого пожара. Как интересно. Я тоже всегда так считал. Правда? Давайте выпьем еще чаю и посмотрим, что горит. Замечательно. Лорд Беберли. Лорд Беберли. Что случилось? Именно это я намерен узнать у меня в кабинете в 10.30 утра. Непозволительное поведение для студента Оксфорда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогая Китти. Моя дорогая Китти. Дорогая Китти. Китти, моя дорогая. Тебе что-нибудь нужно? Нет, просто хочу взять мой белый галстук, который ты взял у меня в прошлом ноябре. Ты не против? Нет, стой, не забирай. Это тот, что с пятном от вина. Китти, моя дорогая. Джек, где ты держишь мои галстуки? Пожалуйста, Бебс. Я пытаюсь привести в порядок мои мысли, а я пытаюсь привести в порядок себя. Где мой галстук? Китти, моя дорогая. На всем свете нет равных тебе. Лезть тебе не поможет. Мне нужен мой галстук. Это я не тебе. Я репетирую речь. Китти придет на обед. А потом я сделаю ей предложение. Это очень интересно, но мне нужен галстук. У меня мало времени. Сегодня вечером с Петти Гью увозят Китти и Эми в Шотландию. Он хочет отнять их у Чарли и меня. Боится, что вы на них не женитесь? Нет, боится, что женятся. Он их опекун. И получает за это жалование. Косколько они выйдут замуж, его доходом конец. Моя сумка. Хорошо, что ты ее не заложил. Она останется у меня еще немного. Ладно, я уезжаю на следующий уикенд. Я тоже. Брось, Бебс. Давай бросим монетку. Привет. Привет, Чарли. Встретил тетю? Нет, содраюсь. Кошмар. Ужасно, встречай тетку, которую знаешь и которую не знаешь, тем более. Ее имя уже меня пугает. Дона Луси Эдельвадорес. Это не тетя, это сигара. Он даже не знает, как она выглядит. Я не виноват. Она уехала в Бразилию до моего рождения. Приготовься, Чарли. Возможно, она старая карга с уфражистскими наклонностями. Я бы не стал ее встречать. Не знаю, карга или нет, но она там вышла замуж за какого-то бразилца, который умер и оставил ей миллионы. Миллионы? Чарли. Что ты здесь стоишь? Поставь себя на место старенькой леди, которую приходится ждать на вокзале. Быстрее за ней, Чарли. Еще масса времени, правда? Смотри, не проворонь ее. Ты знаешь, каких правил Китти и Эмми. Если здесь не будет твоей тетей, не будет никакого обеда. Не волнуйся, я ее доставлю. Джек, можно я возьму несколько? Днем ко мне придут друзья. Прости, Бэбс, но все это нужно нам к обеду. Кстати, пора переодеться. Вот благодарность. Берет у меня галстуки, свитеры. А когда я прошу несколько бутылок шампанского... Да, Брэссет, я встретил мистера Виггенса. Он бы хотел, чтобы вы зашли к нему и примерили ваш костюм для пьесы. У меня нет на это времени. Знаешь, Брэсс, сходи за костюмом, принеси его ко мне, а я его потом примерю. Это довольно далеко, милорд, со свертком. Боюсь, мне придется взять Кэп. Кэп? Ну да, конечно. Кэп. Подожди минуту. Чарли, ты не одолжишь мне полкроны? Прости, Бэбс, у меня не гроша. Хочешь, подожди. Джек, у тебя есть полкроны? Не Бенни. Минуту. Отложи мне полкроны, Брэссет. Конечно, сэр. Спасибо. Вы, Чарли. Спасибо, старина. Держи. Спасибо, Чарли, ты очень мил. На Кэп идет два шиллинга, сдачь оставь себе. Спасибо, милорд. Спасибо. Вот, нашел. Я причиняю вам столько хлопот. Вовсе нет. Поступил в колледж Сэйн Толк в 1880. Пока все замечательно. Спасибо, сэр. Так. Боже, вы здесь весьма долго. Вы знаете, что есть правило, согласно которому студент может проучиться не меньше трех лет и не больше пятнадцати. Но мне идет только десятый год, сэр. 2 июля 1885 года был замечен Водкина Темзи с женой профессора Твитчела. Что это? Я не знал, что она замужем, сэр. Когда я говорил о временном исключении, я ошибался. Спасибо, сэр. Вы, сэр, больше не студент этого университета. Вы исключены навсегда. Навсегда? Пожалуйста, сэр, я должен получить степень. Осенью я обязан попасть в фирму моего дяди. Хогарт, Хоукс и Беберли. Это известные лондонские адвокаты. Они вели несколько громких дел. Убийства. Мистер Рэдклэд, если вы когда-нибудь совершите убийство, я уговорю их взять ваше дело. Вам меня не подкупить, лондон, Беберли. Вы исключены. Нет, сэр. Без степени Оксфорда они меня не возьмут. Это традиция. Нужно было подумать об этом, прежде чем ударить в пожарный колокол. Это получилось случайно. Я упал с лестницы. Я был без сознания. Судя по тому, что о вас известно, вам будет очень трудно доказать, что вы были без сознания. Поверьте, сэр, я просто споткнулся. Я... У меня... У меня есть свидетели. Кто эти свидетели? Чарли Уиккем и Джек Чезни. Уиккем и Чезни. Два очень достойных джентльмена. Они подтвердят ваши слова? Конечно, сэр. Они были там, когда это произошло? Я им напомню. Хорошо. Пусть они придут сюда в 10.30 утра. Если они все подтвердят, я изменю свое решение. Если нет... Спасибо, сэр. Большое спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего, сэр. Он сказал, в 10 или в 10.30? Моя шея. Поверенные Хогарт, Хоукс и Беберли. Как ваш поверенный, Дон Лусье, я счел необходимым познакомить вас с этими фактами. Я вам очень благодарна. Конечно, я не против того, чтобы Чарли полюбил. Но как его родственница, я надеюсь, что он не ошибся в выборе. Конечно. Не могу сказать, что эта девушка ищет выгодную партию. Что касается репутации ее опекуна, мистера Спеттигью, она тоже производит благоприятные впечатления. Если бы я могла сама составить мнение об этой леди. Что, если я явлюсь инкогнитной? Чудесно. Да, но как все это устроить? Это несложно. Я дам вам письмо к моему племяннику, лорду Фэнкору Беберли, чтобы он показал вам Оксфорд. Да? Нет. Нет? Нет, это не то. Он приятель, Чарли, и может его предупредить. Не говорите ему, кто я. Скажите, что я... Что я... Миссис Беберли Смит. Блестяще. В чем дело? Просто я подумал, что Смит... Слишком ординарное имя для фирмы с нашей репутацией. Вам не кажется? Как насчет миссис Беберли Смит? Так гораздо лучше. Большое спасибо. Джек! Я говорю, Джек! 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 Привет, Чайми. Встретил дядю? То есть тетю? Нет, на 11-часовом ее не было. Это плохо. Надеюсь, она... Надеюсь, она не потерялась. Возможно, она приедет в 12-15. Бэпс, это нехорошо с твоей стороны. Ты обещал мне сумку на уикенд. Нет. И потом я хочу поставить на ней мои инициалы. Это подождет до понедельника. Чарли, осторожно! Осторожно! Дать бы тебе по башке. Ты же мог разбить... повредить кожу. Ты не в духе. Что такое? Рэдклифф устроил тебе взбучку? Взбучку? Он хочет меня выгнать. Что? По-твоему, Стаффор, сознаешься, что сбил тебя с ног? Я сам споткнулся. И у меня есть свидетели, которые это подтвердят. Правда? Кто? Ты и Чарли. Я? Меня там не было. А я был на поле. Вы оба сидели на верхней ступеньке. Скажите, это завтра в офисе Рэдклиффа. Вот так. Я припоминаю, мы сидели на верхней ступеньке. Именно. Я сидел у тебя на коленях. Ну, хватит, Чарли. Чарли. Ты не сможешь быть там утром. Ну, конечно. Я же буду с тетей. Но, Чарли, а мне нужен проректор. Послушайте, так нельзя. Это вопрос жизни и смерти. Если завтра вас там не будет, меня выгонят. А дядя не возьмёт меня в фирму. И тогда родня пошлёт меня к овцам на ранчо в Новой Зеландии. Когда я приеду, они будут ждать меня там. Кто? Овцы. 35 тысяч грязных, вонючих овец. И каждый из них будет кричать. Что тут смешного? Мы просто так. Не волнуйся, Чарли. Мы тебя не подведём. Вы постарайтесь. В прошлый раз, когда меня исключили временно, мои родные продержали меня в Новой Зеландии два года. Если это случится снова, будь мне пастухом до конца дней. Пастухом. Войдите. Прошу прощения, милорд, я вернулся с вашим костюмом. Вы можете его примерить. Сейчас. Послушайте. Можешь начать накрывать стол к обеду, Брассетт? Да, сэр. Брассетт, принеси мне на шесть пенни шпилек. Шпилек, милорд? Шпилек. Хорошо, милорд. Возьми деньги, стой полукрона. Да, милорд. Простите, сэр. Войдите. Не кричи на меня, сынок. Я принёс тебе твоё пособие. Отец. Как ты, Джек? Прекрасно. Чарли, познакомься с моим отцом. Отец это Чарли Уикем. Здравствуйте, сэр Фрэнсис. Привет, Уикем. Ну, я побегу. Я буду у себя, Джек. До свидания, сэр Фрэнсис. До свидания, Уикем. Ты чертовски красивый. Неплохо для 50 лет. Никто в это не поверит. Красивый, обаятельный, весёлый. Можешь не продолжать, Джек. Вот твой чек. Знаете, отец, этого маловато. Я не могу позволить себе такие сигары. Правда? Не могу. Получив фамильный титул, я попутно обрёл и фамильные долги. Долги? Да, самое настоящее. Боюсь, Джек, через несколько лет мы станем милыми, образованными, воспитанными, нищими. Что ж. Тогда мне не видать, Китти. Что такое? Ничего, ничего. Просто я размышляю все. Хотя есть один луч надежды. Кажется, у меня есть для тебя место в Новой Зеландии. В Новой Зеландии? Там чудесно. Там выращивают овец. Да. Я слышал об этом. Отец, у меня есть идея. Что, если разрешить эту проблему выгодным браком? Мне это не очень по душе, Джек. На твоём месте я... Послушайте, чёртка Чарлью Виккену, Дона Луси Альвадорес, приезжает сегодня сюда. Она богатая вдова. Не делай этого, Джек. Я не советую тебе жениться из-за денег. Речь не обо мне. О вас, сэр. Обо мне? Чертёнок. Я как-нибудь проживу. Обо мне не беспокойся. Боюсь, меня больше беспокоит моя судьба. Что? Видите ли, отец? Я влюблён. Безумно. Праздно. Но без денег я не имею на это права. Какова она из себя? Она... Она как звёзды. Луна и солнце. Вот как? Значит, это что-то стоящее. Да. Сегодня за обедом я собирался сделать ей предложение, но... Как там эти овцы в Новой Зеландии? Неважно. К тому же запах... Послушай, Джек, а... Подождать она не может? Она бы подождала, сэр, но... У неё есть опекун. Мы с твоей матерью при подобных обстоятельствах бежали. Но у меня в то время был небольшой доход. Да, доход – изумительная вещь. Безусловно, сынок. Сколько лет этой... тётке Чарли? Не знаю. Возможно, девяносто, как большинству дедок. Что ж... Когда я в девяносто, они не очень тебя беспокоят. Ты говоришь, она богатая? Говорят, у неё миллионы. Я уверен, что твоя мама поняла. Я обедаю с вами сегодня. Нет, отец. Я не позволю вам делать это ради меня. Брат без любви. Но я делаю это ради любви, сынок. Пожалуй, пойду побреюсь. Нельзя делать предложение в таком виде. Вообще-то, неплохо иметь звёзды, солнце и луну в качестве невестки. Как её зовут, Джек? Китти. Китти. Милое имя, Джек. Да, сэр. Это так. Китти. Спасибо. Чарли Уиккемо. Прости, но я вынуждена задержаться в Лондоне на несколько дней. Любящая тебя тётя Дона Лусье Д'Альвадорс. Джек! 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 Она не приедет. Это невозможно. Она должна приехать. Мы ждём её. Пошли к телеграмму. Поздно. Если её не будет, девушки не останутся. Может, позвать жену? Джек! Смотри. Войдите. Войдите. Прошу прощения. Я могу вам помочь? Мальчики, как я вам? Какого чёрта? Бэбс! Тётушка! Где она? Она не приехала. Нам нужно, чтобы здесь кто-то был. Попросите, миссис... Нет, не смейте. Прекратите, негодяи. Перестаньте. Перестаньте, вам говорят. Прекратите. Прекратите. Если ты провёл нас, проведёшь и девушек. Соглашайся, Бэбс. Я не стану леди ни ради вас, ни ради кого-то ещё. Не подходите. Я не шучу. Хорошо. Я вот о чём подумал, Чарли. Я не видел, как Бэбс поткнулся вчера на лестнице. Надо же. И я тоже. Если мы этого не видели, мы не можем сказать редко, что мы это видели. Конечно. Это было бы ложью. Но вы должны. Иначе он меня исключит. Но ты сможешь увидеть этих славных овечей. Это шантаж. Да. Всё очень просто. Помоги нам, и мы поможем тебе. Надо прибрать комнату. Минуту. Давай решайся. Ребята, это нечестно. Ладно. Если ты собрался к овечкам... Уже обещали. Пользуетесь нашей старой дружбой? Ответ – да. Ну что? Я не сумею. Что я должен делать? Говори повыше о платье, пусть и пониже. Войдите. Как это мило, что вы пришли? У меня рано, мистер Уйкин. Нет. Вы не назвали время, мистер Чезни. Поэтому мы пришли, как только ушёл мистер Спеттегью. Присаживайтесь. Да. Спасибо, но... Тётя мистер Уйкин, уже приехала? Да. Да, конечно. Дона Лусия, мисс Спеттегью, мисс Ферден, Дона Лусия Дальвадорс, тётя Чарли. Да, моя тётя. Вам удобно, дорогая тётя? Скажи что-нибудь, идиот. Здра... Здра... Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте, Дона Лусия. Мы принесли вам это? Это мне? Это мне? Как это мило. Поставьте ваши зонтики, леди. Спасибо, мистер Уйкин. Мисс Эмми, мисс Китти. Что мне с этим делать? Засунь платье. Не показываем эту фотографию. Думаю, это вполне уместно, дружище. Я получил этот приз на Ла-Кросс. На этой бете автограф доктора Си-Пи Грейса. Знаете, кто это? Нет. Это ваша фотография, Джек? Да, моя. Это я на первом курсе. Можно я поставлю их в вазу, Дона Лусия? Вы очень любезны. На столе. Я это имел в виду. Спасибо. Входите, Брэссет. Простите, милорд. Мистер Виггинс, Брэссет, скрыт, раз я просил не называть меня, милорд. Возможно, и потом. Но теперь... Поставь еще один прибор для моего отца. Да, сэр. Он сядет рядом с Доной Лусией. О, да, сэр. Идя по двору, сэр, я увидел джентльмен, а он явно шел сюда, сэр. Кажется, это мистер Спеттигью. Мистер Спеттигью? Эмми, Китти, мистер Спеттигью. Дядя не поехал в Лондон. Нарочно, чтобы проверить, что мы будем делать. Можно спрятаться в той комнате. Сделайте так, чтобы он ушел. Испався от него. Нет. 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 Я хочу видеть мистера Чезни. Не кричите. Я вам не служанка. Где мистер Чезни и мистер Лыкем? А где ваши манеры, пинчуга? Снимите шляпу в присутствии, леди, или я напишу об этом в Таймс. Так-то лучше. Я хочу видеть двух молодых джентльменов. Это невозможно, потому что я здесь единственный джентльмен. Что? Я хотел сказать, я видел, как сюда входили две молодые леди. Очень странно, потому что здесь молодая леди, только я. Конечно, в таком состоянии вы, вероятно, видели меня дважды. Как я ходила и выходила. Я не сижу на месте. Возможно, они в саду. Ничего подобного. Тогда они поехали в город. Вот и отправляйтесь за ними, если сможете в таком состоянии. Мадам, я совершенно трезв. Трезв? Трезв. Мадам, уверяю вас, советую вам, пока не поздно, записаться в общество трезвенников. Меня что-то ударило в голову. Возможно, десятый стаканчик. Можете выходить, мои дорогие? Как это мило, Дон Лусия. Вы просто ангел. Майф. МерФ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отец, я хотел объяснить Мой сын сказал мне, что вы очаровательны Но теперь, увидев вас, могу сказать, что он мастер преуменьшать Как вы милый, какой прелестный цветок Он вам нравится? Вы его возьмёте? Благодарю, сэр Фрэнсис Я его засушу Обед готов, сэр Спасибо, Брэссис Отец, вы Дона Усия? Конечно Может, вы нас рассадите, тётушки? Да Девушки сядут здесь, рядом со мной Но, тётя, вы должны резать барашка В таком случае, молодые леди сядут здесь И здесь Да Присаживайтесь, Дона Усия Я сяду здесь, сынок Брэссис, откройте шампанское Да, сэр Как вам климат? Брэссис, где шампанское? Не могу его найти, сэр Что такое? Шампанское, тётушка У вас его нет? Ваше счастье, что я захватила несколько бутылок В моей сумке, Брэссис Итак, я был прав Мистер Спеттегью Выходите, выходите Пожалуйста, мистер Спеттегью Дядя, мы думали Что я уехал в Лондон И поэтому сюда пришли Откуда у вас эта шляпа? Снимите её Вы глупая старуха Пожалуйста, не вмешивайтесь Что? Послушайте, сэр Вы не смеете так оскорблять друзей мистера Уиккема Я крайне возмущён тем, что моя племянница и моя подопечная Явили сюда без моего разрешения Чтобы познакомиться с тётей мистером Уиккема Ну, конечно Позвольте мне представить вам Дона Лусиэ Дальвадорец Мистер Спеттегью Дона Лусиэ Дальвадорец Миллионерша Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, мистер Спеттегью Я тётя Чарли из Бразилии Где растут орехи? Пожалуйста Простите меня за мою грубость Теперь, когда я вижу, что мои подопечные пришли только для того, чтобы выразить уважение к такой прелестной женщине Мне стыдно за своё неподобающее поведение Перестаньте Не можем же мы быть всё время джентльменами Нет Теперь, когда вы здесь, может останетесь на обед? Если вы пожелаете Так я прощён? Прощены Примите в знак примирения этот цветок Благодарю Мадам Вы позволите? Нет Позвольте мне Сядем Брессет Вы можете Дона Лусиэ Не правда ли романтично? Когда-то здесь ходил Шелли А теперь мы А теперь мы Что такое? Прошу прощения, мадам Теперь, когда мы одни, Дона Лусиэ Мне так много нужно вам сказать Знаю Кое-что и я хочу вам сказать Не бойтесь, Дона Лусиэ Пусть ваше сердце не молчит Сомневаюсь, что это уместно сейчас и здесь Давайте встретимся в саду Через 15 минут Отлично Тогда мы сможем поговорить свободно Я буду ждать Да Вы избавились от сэра Фэнсиса? Да У него дела Отлично Этот охотник за деньгами ушёл Я могу рассказать вам, о чём я думаю После нашей первой встречи Это будет очень интересно Для одного из нас Я знаю одно тихое, уютное место Тенистую беседку у реки Судесно Ступайте туда, я приду попозже Пойдёмте со мной О моей репутации Если нас увидят, пойдут разговоры Конечно Простите меня за эту пылкость Пойдёте по этой дорожке И вы непременно увидите эту беседку Теперь я знаю, что приходится испытывать женщинам Моя дорогая Моя дорогая Китти Мне необходимо кое-что вам сказать В таком случае скажите, мистер Черни Я прошу прощения, но мне нужно поговорить с Джеком Конечно, сэр Фрэнсис Пойду найду Эми Отец, я как раз собирался сделать предложение Но теперь ты можешь сделать это с чистой совестью Моя совесть идеально чиста Она будет ещё чище, Джек У нас снова будет доход То есть Донна Лусия моя Вернее Наша Донна Лусия? Да Ты уже сделал предложение? Ещё нету, она уже воркует и делает мне глазки Отец, вы не должны Я запрещаю Джек, мы уже всё решили Это делается не только ради тебя, но и ради меня Отец, пожалуйста В нашей семье не может быть такой персоны Начнутся скандалы Скандалы? С этой безобидной пожилой леди? Отец, послушайте Я должен вам кое-что сказать Да, Джек Она Не такая, какой кажется Нет? Нет, она Она женщина с прошлым С прошлым? Невозможно иметь прошлое с таким лицом, Джек Её лицо не всегда было таким И потом она пьёт Да, сэр, сильно пьёт Её сумка была полна шампанского Вы сами видели Это так, Джек, но Отец, вы не можете связывать свою судьбу с такой женщиной Да, мне никогда не нравились женщины, которые склонны к выпивке, но Что ж, я буду пить вместе с ней Это не столь уж большая жертва Отец, не сейчас Подождите несколько дней Несколько дней? Но, Джек, мне нужно переиграть старика с Петти Гю Он тоже имеет виды на эту леди С Петти Гю? Да Если она достанется ему, можешь проститься с Китти Нет, сынок, я выполню свой долг Но сперва я пойду к тебе и выпью виски с соновой Без этого я вряд ли смогу сделать предложение Отец, подумайте Бесполезно, сынок Где у тебя виски? В пианино Дона Лусия Спасибо вам за то, что вы отвлекли мистера с Петти Гю И позволили нам побыть наедине Я была счастлива помочь Моя дорогая, может вы покажете мне монастыри и все такое? С удовольствием Он просто увел ее от меня Ничего Знаешь, где мой отец? Пьет виски с соновой Зачем? Чтобы сделать предложение Бепсу Бепсу? Ради меня Ради тебя? Да Ради всего святого Давай что-нибудь сделаем Дона Лусия Можно вас на минуту? Показать вам Мальвы и Мисс Эмми Да Не забывай, я хрупкая пожилая леди Ты строил глазки отцу? Нет, немного поморгал Этого хватило Он хочет сделать тебе предложение Что ж, если он хочет Что? Только не мне Я за него не выйду Куда ты? Я отправлюсь к тебе и забаррикадирую дверь Твой отец человек военный Не будь идиотом, Бепс Просто оставайся спокойным Когда на тебя набрасываются военные? Нет, Джек Все, я немедленно все это снимаю Черная овечка, есть ли шерсть пока? Да, сэр, конечно Три мешка Ладно, твоя взяла Но если я стану твоей мачехой Не осуждай меня Итак, чего мы ждем? Иди сюда, старого плута Мы продолжим поединок Он набирается храбрости за выпивкой Слегка нервничает Нервничает? А мне каково, по-твоему? Дорогая Дона Усия Вы здесь Я вас ждал Присядьте Благодарю Дона Усия Знаете ли вы, что, встретив вас сегодня Я ощутил себя Одиноким путешественником Проношедшим в пустыне Дивный маленький цветок Вы имеете ввиду меня? Да, Дон Усия Дон Усия Дон Усия, знаете ли вы, о чем мечтает человек, когда он безутешен, несчастен и одинок? Нет, нет Он мечтает положить этот цветок себе на грудь Любовно ухаживать за ним И смотреть, как он растет во всем своем блеске и красоте Чтобы найти этот цветок, я приехал из Индии Из Индии? Тогда вы страшно устали Присядьте Благодарю Теперь, когда я нашел этот цветок Я хочу, чтобы он всегда был со мной Я хочу видеть пышность Таджмахала в объятиях тропической луны Черт Простите Какой я неловкий Какой я неуклюжий Простите Хватит слов, Дон Усия Будете ли вы моим цветком, моей женой? Видите ли? Я могу надеяться Боюсь, нет Не стоит надеяться На вашем месте я бы не надеялась Честно говоря, сэр Фрэнсис, я хочу выйти замуж за человека значительно моложе меня У вас есть сын? Я надеюсь Когда-нибудь иметь свою семью В вашем возрасте? Я знаю, что молода, чтобы говорить о детях Но я ведь не всегда буду молодой мамой Пожалуй Но одно я вам обещаю, сэр Фрэнсис Я всегда буду для вас сестрой Если вы в этом нуждаетесь И я не в силах заставить вас передумать Тогда примите мои извинения за то, что я затронул эту тему Всего хорошего Всего хорошего, сэр Фрэнсис Всего хорошего Где я могу найти лорда Фрэнкора Беберли? Лорда Фрэнкора, он живет в этом здании, но сейчас его нет Вы его увидите? Да, безусловно Пожалуйста, передайте ему это Конечно Скажите, что приехала миссис Беберли Смайт Сейчас я пойду в гостиницу и через час вернусь Хорошо, мадам Большое спасибо Это о ней сообщил дядя Отсюда она оказалась весьма эффектной Дорогой Фрэнкор, наш клиент, миссис Беберли Смайт Собирается провести несколько дней в Оксфорде Отнесись к ней с предельным вниманием и любезностью Любящей тебя, твой дядя Хиллари Беберли Куда ты? Мне надо развлекать миссис Беберли Смайт В таком наряде это невозможно Минуту Ты не можешь нас бросить Послушай, Джек Эта женщина очень важный клиент Я должен Смотри, кто идет Если ты исчезнешь, он что-нибудь заподозрит Я должен встретиться с этой женщиной Но ее не будет целый час Ты избавишься от этого Ромео за пять минут Так же, как и от моего отца Он впал в третье детство Любитель пощипает за щечки Прекрати, Бебс Давай, действуй Ладно Не, выгляжу соблазнительно Простите, тетя, но вам нужно побриться Я брился сегодня утром Для тети не очень тщательно Если Петерги ущипнет тебя за щеку Будь беде Будь хорошей девочкой И сними эту щетину Можешь побриться у меня Почему я не могу быть бородатой, леди? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Донна Лусия Донна Лусия Мистер Спеттигью? Да Нехорошо так входить Нам надо поговорить Оставайтесь на месте Вас ведь не приглашали Я закрою дверь Нет, нет, не надо, Донна Лусия Я ждал вас в беседке И когда вы не пришли, я... Донна Лусия, простите меня Я не хотел вас оскорбить Донна Лусия Вы самоочарование Я считал, что моя жизнь кончена Но потом я увидел вас Ваше лицо Как легкий ветерок Возвращающий дни моей юности Мистер Спеттигью Бэпс, ты видел Китти? Китти? Я видел Спеттигью Спеттигью? Да, и он за мной гонится Это вы, мадам Я слишком неосторожен Прошу прощения Ты выберет более тщательно Я бы не сказал Смотри, Спеттигью явился Как раз посередине Что? Посторожи, пока я закончу бриться Быстрее Спеттигью выходит из здания В конце концов Я перережу себе горло Вот он Отлично Сейчас я ему покажу Он уберется отсюда Вместе со своим разбитым сердцем И вместе с Китти и Эмми Прекрасно Мы избавимся от всех расов Но я еще не сделал Китти предложение Бэпс, задержись с Спеттигью еще немного Мне нужно время, чтобы поговорить с Китти Я не могу За кого ты меня принимаешь? И как быть с миссис Бевернс Майт? Послушай, Бэпс Ладно Но поторопись, пока я снова не оброс Вот он Вот вы где Привет Дона Лусье Догоняйте Конечно, мадам Простите, сэр Вы не видели здесь представительную леди? Не то слово Благодарю Благодарю Китти Вы знаете, как вы мне нравитесь Да Некоторые люди полагают, что это любовь Да Да А когда два человека любят друг друга, они... Они обручаются? Да Да И я считал... Вы просите меня об этом Толку В ближайшие несколько лет я буду беден Нам придется жить на два пенса в год Ну что ж, пусть так Китти Вы плохо меня знаете, Джек По-вашему, я не смогла бы полюбить бедного человека? Я не буду им долгу Я буду работать Я слишком люблю вас, чтобы думать о деньгах Это правда, Китти? Значит, вы... Значит... Я выйду за вас замуж, Джек Да Китти Я это сделал Я это сделал Как это у вас получилось? Будь я мужчиной, у меня бы не хватило храбрости сделать предложение Ох! Ох! Вы ведь смелый человек, Джек. Простите меня, Китти. Я не обижаюсь. Просто высказала свое мнение. Вы так красивы. Мистер Уикин, не стоит так из-за этого расстроиться. Я не расстроен, я просто... Он заволнал. Мисс Эми. Да? Не смотрите на меня. Выйдите за меня. Так что... Что? Вы не скажите это так неожиданно. Но это же не так, Чарли. Эми! Чарли, я забыла про дядю. А что такое? А как быть с моим опекуном, мистером Спеттелью? Я пойду к нему и попрошу его согласия. И непременно в письменной форме. В письменной форме? Да, чтобы он потом не смог отказать. Вы его не знаете, я ему не доверяю. Но я не могу попросить его об этом. Нет. А Донна Лусия могла бы. Донна Лусия? Да. Мистер Спеттелью упал жертвой ее Чарль. Ради нее он пойдет на что угодно. Привет, Чарли. Где Эми? У ворот. Я должна сказать тебе одну новость. Я это сделал. Я это сделал. Что я сделал? Сказал Эми все. Идиот! Зачем? Что ты ей сказал? Что люблю ее? И все? И все? Дэй сразу стал другим человеком. Только она говорит, что надо достать согласие стариканов к письменной форме. Моя тоже. Интересно, умеет ли этот скряга писать? Нам остается одно. Тетушка. Донна Лусия. Где Спеттелью? В четверти мили отсюда. Вы уже задали этот вопрос и получили благоприятный ответ. Отлично. Тогда я могу сказать Спеттелью, что о нем думают. Исключено. Что? Ты должен сказать ему да. Бэбс. Осторожно. Слезьте с меня. Бэбс, будь благоразумен. Послушайте, с таким человеком мне не видеть счастья. Я не могу сказать да. Это временно. Только пока ты не получишь письменное согласие на наш брат. Иначе он его в жизни не даст. Не отвергай его. Стать наживкой для этой скумбрии недороска. Это конец. Чарли, что с вашей тетей? Она отвергает. Да, у нее маленькая спина. Мы решили немного ее полетить. Погода. Получше, тетушка. Да. У меня как будто вообще нет спины. Донна Лусия. Джек сказал вам об услуге, которую вы можете нам оказать. Он сказал что-то про письменное согласие. Вы ведь его для нас достанете. Боюсь, я не смогу. Донна Лусия. Разве вы не любили? Десятки раз. То есть, полюбив раз, любишь всегда. Тогда вы понимаете, как это для нас важно. Да, девушки, но я... Тетушка это сделает. Верно, тетушка. Чарльз. Я тебе уже говорила. Малютка Бо овечек потерял, что сделаю это с удовольствием. Вы ангел. Я знала, что вы согласитесь. Большое спасибо. Вы просто прелесть. Пойдем, Эмми. Пойдем. Нужно найти мистера Спеттиги. Он там. Мы приведем его к вам. Если ты не перестанешь целовать Китти, и хватит приставать к Эмми, миссис Беверлис смает в вашей комнате. Видите? Вот что вы со мной сделали. Куда ты? Задержи его, Джек. Ты что делаешь? Мне нужно переодеться и стать тем, чем меня сделала природа, мужчиной. Только тогда поговоришь с мистером Спеттиги. Я должен пообщаться с миссис Беверлисмай. Успейше то и другое. Пойди к этой женщине, извинись, и тут же возвращайся сюда. А мы тем временем чем-нибудь займем старика. Если что, я брошу в твое окно камешек. Если ты не явишься, за камешком последует булыжник. Пошли найдем Спеттиги. Чем я заслужил такое? А я миссис Беверлисмай. А я миссис Беверлисмай. Здравствуйте. Извините, что я так на вас смотрю, но я представляла вас совсем другим. Я полагала, что меня встретит какой-нибудь 18-летний студент, а передо мной более чем зрелый человек. Я приятно удивлена. Приятно слышать. Откровенно говоря, я не ожидал, что вы именно такая. Слово клиент не приходит в голову. Благодарю. Вы здесь по делу, миссис Майп, или это просто визит? Просто визит. В Сент-Олве учился мой муж. Мой покойный муж. Ваш покойный муж? Прекрасно. То есть я хотел сказать, что этот колледж замечательное место. Он очень хорошо о нем отзывался, поэтому я и решила приехать сюда. У вас будет идеальный сопровождающий. Я здесь уже 10 лет. Простите, миссис Майп, когда вы приехали, я был с двумя моими приятелями, Чезни и Уикамом. Я немного старше, я для них как старший брат. Они хотели познакомить меня со своими невестами. Как старший брат, вы одобрели их выбор? Безусловно. Обе прелестные девушки. Но, конечно, им никогда не быть столь очаровательными и неотразимыми, как вы. Простите, мне не следовало это говорить. Пожалуй, не следовало. Но я вас прощаю. Кто-нибудь говорил вам про ваши глаза? Со мной что-то происходит. Я могу предложить вам бакалшери? Ну, конечно. Так что вы говорили про мои глаза? Они так на меня подействовали. Оба. Вы сказали, что она здесь. Она была минуту назад. Возможно, она пошла к себе. Я найду ее там. Посидите здесь, мистер Спеттики. Вы устали. Я уверен, что она сейчас вернется. Боже, что это было? Обыкновенный град. Ерунда. Он сейчас кончится. Я бы хотел предложить вам провести этот вечер в маленьком ресторане с чудесным видом на реку. Какой град. Опасный град. Я вспомнил, что повесил сушиться одежду. Я сниму ее, пока она не погибла. Одежда делает с градом такое. То есть, град с одеждой. Я сейчас вернусь. Ждите меня. Прошу прощения, сэр. Душистый горошек прелесть. Мистер Спеттики посадил его дома. Дядя обожает цветы. Люди, извините нас. Пожалуйста. Конечно. Помогите мне. С каждым разом, мне кажется, что этой одежды все больше. Доно Лусье. Мистер Спеттики, вот и вы. Да. Я случайно увидел эти цветы и просто не могла не остановиться и не понюхать их. Они прелестны. Да. Может, мы пойдем и выпьем чаю? Не сейчас, Стивен. Вы не хотите вернуться? Часть меня готова пойти. Часть хочет остаться. То есть, голова говорит, ступай, а сердце, останься. А ноги колеблются. Мистер Спеттики, когда я вижу ваше лицо, я просто прыгаю от радости. Прыгаю, прыгаю, прыгаю. Я не знал, что так много для вас значим. Теперь, когда мы понимаем друг друга, я хочу попросить вас об одной услуге. О чем угодно. Я хочу, чтобы вы написали о том, что даете согласие на брак вашей подопечной и племяннице с моим племянником и мистером Чайзен. Но они так любят друг друга. Стивен, пожалуйста, ради меня. Но к чему говорите о другой любви? Я не могу быть счастлива, когда вижу, что эти дети несчастны. Хорошо. Мы обсудим это сегодня вечером. Отлично. Мы выпьем чай вместе с ними? Да, моя дорогая. О, Стивен. Лусия. Задержи эту женщину в моей комнате. Сынок. Сынок. Миссис Беверли Смайт. Я Джек Чайзни, приятель Беверли. Его вызвали к ректору, и он попросил меня сказать вам об этом. Благодарю. Джек, прошу прощения. Сынок. Почему ты меня не представишь? Миссис Беверли Смайт. Мой отец, сэр Фрэнсис Чайзни. Надеюсь, я не помешал. Вовсе нет. Я должна была выпить чай с лордом Беверли, но... Какая жалость. Остальные пьют чай в саду. Может, мы к ним присоединимся? Нет, вряд ли миссис Беверли Смайт это понравится. Две глуповатых девицы и старуха. Тетя Чарли Уикэма из Бразилии. Старуха-тетя из Бразилии? Да. И что? Что она за леди? Кошмарная старушенция. Правда? Я должна ее увидеть. Я провела какое-то время в Бразилии. Нам будет о чем поговорить? Я уверен, что она вам не понравится. Ерунда. Ужасно хочется ее увидеть, сэр Фрэнсис. Мадам. Благодарю. Знаете, у меня совершенно очароволок. Надеюсь, вы позволите мне его вам показать. Я буду вам признательна. Милая. Спасибо. Такой чудесный день. Мы все вместе. Неужели он кончится? Только не сейчас, дорогая. У меня идея. Сегодня мы все пообедаем у меня. А потом мы ускользнем и останемся вдвоем. Божественно. Дона Лусия Дальвадорс. Миссис Беверли Смайт. Здравствуйте. Дальвадорс. Ну, конечно. Я знала вашего покойного мужа. Весьма близко. Она знала моего покойного мужа. Весьма близко. Тогда вам есть о чем поговорить. Да. Мой муж и я? Пожалуйста, я бы предпочла не говорить об этом. На эту тему я просто не в силах говорить. Я не могу. Прошу прощения. Сколько сахара. Я хочу сказать... Я... Я не знаю, что... Тетя, дорогая. Брессет. Брессет воды. Брэнди. С ней все будет в порядке. Дорогая Дона Лусия, сядьте во главе стола. И пусть отныне это место будет ваше. Благодарю. Я так рада, что вы меня сюда пригласили, мистер Спэддигю. Я тоже искренне рад, дорогая леди. Не знаю, что бы я делала. Вероятно, все еще ждало бы мистера Беверли. Только ненаспитанный молодой человек мог вас оставить. Я бы отнеслась к юноше более снисходительно. Возможно, его задержали. И все же это непростительно. Вы так думаете? Когда мой племянник познакомил меня с ним, он показался мне человеком необыкновенного обаяния, ума и воспитания. Пожалуй, никто не производил на меня такое впечатление. Не стоит говорить о нем ничего плохого. По-твоему, мы выиграем у Кембриджа в крикет на следующей неделе? Мы не можем проиграть. Тем более со Спикинсом. Спикинс – отличный игрок. Жаль, что он учится последний год. Видел его вчера. Изумительно. Вы мистер Спеттигью? Вероятно, в молодости вы неплохо играли в крикет. Весьма. Мне необычайно нравился крикет. И игра в шары. Игра в шары – великолепна. Это очень старая игра. У меня есть несколько фотографий. Думаю, самое время для леди удалиться в гостиную и оставить джентльмена в заиклину. Мистер Чезни спрашивал меня про Бразилию. Правда? Да, я этому очень рада. Бразилия – наиболее бразильское место во всей Южной Америке. У меня есть реки, озера, горы и долины, города и деревни, дни и ночи. Конечно. Я ответила на ваш вопрос. Да. Да. Чарльз, помоги мне. Конечно, тетушка. Тетушка, расскажите о своей кофейной плантации в Бразилии. О. Да. Да, пожалуйста, расскажите. Я хотела бы послушать. Что ж. Вы, конечно, знаете, что такое кофе и что такое плантация. У нас была кофейная плантация. Дома Лусия, вы предпочитаете кофе мокака или пенал? Кофе мокака? Да. С ложечкой сахара. И еще очень, очень горячим. Я помогу вам, тетушка. Благодарю, Чарльз. Эмми. Спасибо. И потом, есть еще один вид кофе. Его выращивают из семян на мокрой фланели. Дорогая, время летит так быстро. Просто не успеваешь оглянуться. Такова жизнь. У меня есть партнеха, которая сделала это платье. За шесть недель. У нее какая-то новая машина. Правда? Наверное, что-то рассказывают. Чарли. Чарли. Да, тетушка. Извините. О чем они говорят? Ах, об этом. Вы присоединитесь к нам, мистер Уикин? Нет, я просто подошел узнать, как себя чувствует тетушка. Большое спасибо. Почему бы нам не рассказать какие-нибудь истории? Я знаю одну. Конечно, немного неприличную. Неужели? Пожалуйста, расскажите. Да, расскажите. Ее не раз рассказывал Дон Педро. Может, Дон и Лусия сама ее расскажут? Дон Педро? Дон Педро Далвадорес. Ваш покойный муж. Дон Педро. Конечно. Я знал его имя, а вот истории не помню. Пожалуйста, расскажите. Если Дон и Лусия не против. Нет, вовсе нет. В общем, как-то Дон Педро шел по своим кофейным плантациям и увидел работника, который был под хмельком. Он обнимал девушку и целовал ее. Естественно, Дон Педро рассердился и сказал, как ты посмел. Тот ответил, а что такое, все ваши работники так делают? Дон Педро сказал, какие у тебя основания для этого утверждения, какая почва. Мужчина ответил, кофейная. Какая неприличная история. Не слышал ничего глупее. Вы не помните эту историю Дона Лусия? Дон Педро ее обожал. Конечно, помню. Я вскрикнула, когда впервые ее услышала. Это напомнило мне одну забавную историю. Может, одна из девушек сыграет что-нибудь? Джентльмены, прошу меня извинить. Я хочу показать Доне Лусии сад. Он необыкновенно красив при лунном свете. Дона Лусия, мы наконец одни. Не трогайте меня, я на вас очень сердит. Лусия, вы делаете мне больно. Не говорите так. Нет, буду говорить. Пообещав мне кое-что. Вы так себя ведете? Пообещав? Да, письменное согласие. Но я не обещал. Стивен, значит, вы не умеете держать слово? Дона Лусия. Ничего не выйдет, пока у меня не будет письма. Но, дорогая... Стивен, если вы не дадите мне письмо, между нами все кончено. Нет. Нет. Мы не можем расстаться. Нас связали незримые узы. Возможно, вы правы. И все же, мне необходимо это письмо. Хорошо, дорогая. Я пойду в свой кабинет и напишу его. Но потом вы скажете, что вы моя. Получив письмо, я скажу что угодно. Дорогая. Если вы посмотрите, вы не джентльмен. А теперь помогите мне. Тысяча извинений, милая Лусия. Скажите, вы не ушиблись. Все в порядке. Вступайте и пишите письмо. И сейчас вернусь. Дорогая. Все в порядке. Продолжение следует... 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 Вы верите? Да. Донна Лусия? Донна Лусия? Вы не шутите? Конечно нет, глупый мальчик. Я что-то слышу. Это мое сердце. Когда я рядом с вами, оно такое выделывает. Позвольте мне первым вас поздравить. Так вы знаете? Да. Донна Лусия? Лось зовет свою подругу. Заберите у него письмо, пока он не придумал. Оставайте здесь. Как только я разделаюсь со спеттингом, я вернусь и разделюсь. Что? Я сниму эту одежду. Стивен, где вы были? Я повсюду вас ищу. Простите меня, моя дорогая. Дети! Эмми! Китти! Миссис Смайт! Это то самое письмо? Да. Мы сперва скрепим наше обручение поцелуем. Поцелуем? Да. Нет. Нет. Да. Да. Нет. Нет, я пила. Неважно. Нет, Стивен, мы слишком стары для этого. Стары ни в коем случае. Перестаньте, Стивен. Когда тобой овладевает любовь, у тебя уже нет возраста. Только один маленький поцелуй. Ну, хорошо. Закройте глаза. И не открывайте. Да, дорогая. А теперь дайте мне письмо. Вот оно. Еще один. Нет, Стивен, ни в коем случае. Нет. Нет. Вы звали Деда? Да, мои дорогие. У меня для вас потрясающая новость. Где миссис Беверли Смайт? Вот и вы. Я хочу, чтобы все разделили мое счастье. Донна Лусия, мое сердце просто выскакивает из груди. Стивен, не забывайте, что мы не одни. Я виноват. Еще бы. Да. Любовь вновь сделала меня юным. Дети. Купидон нашел еще одну жертву. Он подкрался к нам, принеся свет и радость. Моя дорогая. Ваше нежное прикосновение. Пожалуйста, Стивен. Это еще не медовый месяц. Меня надули. Самозванец. Кто вы? Я Орех Чарли из Бразилии, где растут тети. Что? Отдайте мне письмо. Нет. Верните письмо. Нет. Письмо. Нет. Ладно, можете оставить его себе. Это ничего вам не даст. Ни один суд в Англии не примет его во внимание. Потому что оно адресовано Донни Лусии Дальвадорес. И было доставлено Донни Лусии Дальвадорес. Но он не Донна Лусия. Зато я Донна Лусия. Вы. Вы моя тетя? Да, Чарли. Вы? Мне так неудобно, тетя. Ничего, Чарли. Ведь я тоже приняла участие в обмане. Вы меня простите? Конечно. Слава Богу, что мне не нужно называть тебя тетей. Возможно, скоро ты будешь называть меня дядей. Моя Китти. Мой Джек. Мой Чарли. Моя Эми. Моя Лусия. Мой Бэпси. Мой доход. Он не может подать на меня в суд за нарушение обещания. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ. Игорь Негода. Продолжение следует. Продолжение следует.